добрый день дорогие друзья пользователи youtube а как и обещал сегодня выкладываю свой второй урок посвященный евротрек симулятору второму в этом уроке вам покажу собственно будем сегодня работать импорт-экспорт в занозу вторую вот то есть на примере покажу чтобы не было лишних вопросов как потом править мат и т.п. я в тракт добавлю думы со дальнего света чтобы это было визуально видно на примере то есть чтобы не возникало вопросов что может быть нет я все продемонстрирую все сделаю все покажу собственно это второй урок как я обещал в минимальные сроки то есть буду добавлять уроки чтобы люди начали работать как бы уже знакомиться просто почему хочу показать импорт-экспорт на вторую занозу по той простой причине что как я вчера и говорил третья заноза как бы не у каждого она есть да вторая я думаю не проблематично найти на сайтах на форуму скачать то есть в этом вопрос не возникнет какой заново заработать буду несколько вариаций мне нравится в принципе 223 а 9 7 1 в принципе неплохая ну и собственно еще работал 226 тоже ну как бы 223 более ну поду не знаю почему профиксированные без разницы английской собственно там там смысл на 1 я думаю который найти не проблема чего бы хотел начать я изначально простите дорогие друзья отвлекся изначально я вообще покажу с чего бы я начал если бы первый раз с этим столкнулся на столе у меня маты на рабочем я поэтому объясню для чего это все сделал как бы чтобы было чуть проще так ну приступим начинаем мы с того что собственно заходим да ну допустим вот папочка б с ссс экстрактор ну собственно что как я вчера говорил кидаем папочку б с папочку д ну собственно смысл в чем вот я и кинул на ничего не происходит потому что она у меня же есть вот но в общем в общем как бы смысл каков ну вот видите заглючил немножко как бы у меня вот она пошла пошла все бдф архив чекинули то есть мы ждем пока вот как я сейчас показал окно она открылась до бессе не буду показывать собственно там смысл таков же кидаете бейс на сс экстрактор все выскочил на работу на рабочем столе окно ждете пока окно закроется сами то есть ни в коем случае не закрыть не закрывайте его сами потому что иначе закрыв этот процесс до папки появляет сразу нового модели к ним не то ждем пока на рабочем столе окно закрывается все она закрылась кидаем архив чек деф все так же ждем вот вы увидели буквально две-три секунды там он очень быстро дефон маленький архив все дальше приступаем к работе а что прям советовала сделать кто работает третьей занозой кто работает третьей занозой я бы советовал сделать просто почему но будет проще проще в плане чего когда допустим делаем импорт третьей занозы да то есть она начинает у нас требует visual refresh текстура вот ее по умолчанию в архиве игры нет и не знаю почему но нет собственно а заноза треть ее требует вот в принципе я изначально как бы предполагал как эту проблему сделать тут в принципе на работу она не влияет то есть даже при импорте она на работу никак не влияет поэтому собственно ничего не должно произойти вот видите у меня поле чистое да то есть все за мной заготовок работе пошел трудиться и работать а у кого не будет визуал и рефрешен она будет тут якобы ошибка нету текстуры как с этой проблемой справиться очень просто берем вот эту текстуру допустим скидываем на рабочий стол элементарно а переменовываем ее в принципе вся проблема решается одним разом но мне собственно она переименована поэтому я делать этого не буду все переменовываем вот эту текстуру visual refresh то есть все и заноза 3 она никаких вопросов не возникает она работает стабильно все нормально как бы семерочкой в любом случае глюки бывают да сам вот олег создатель заноза он я на форуме читал что изначально тестировалась заноза 3 на экспишки поэтому может быть связи с этим какие-то проблемы трудности возникают ну в принципе думаю можно начинать я вам показал что переименовываете текстуру в принципе сложного ничего переименовав о приступаете к работе и все особо даже для кого-то это не принципиально можете этого не делать то есть на работу еще раз повторюсь никак не влияет совершенно но чтобы для себя не было мало никакие ошибки будут а то помимо этого еще плюс ко всему вот я вам сказал с экстрактор д ждем окошко закрывается бейс ждем окошко закрывается все собственно вот так все начинаем ребят нам потребуется это сидит в любом случае на программу нужно потому что без нее мы собственно ничего сделать не сможем имперта не экспорта ничего то есть не добавим драг в игру открыв занозы допустим как бы продемонстрировать всем наглядно чтобы не было она допустим импорт вот ничего не делая любой марса и веку да хоп импорт все то есть ошибка заноза на этот формат она его не видит соответственно нужно сделать так чтобы мы смогли как это делается это сидит открываем берем нам нужен ну давайте драк какой но эти марса на секунду собственно нравится но или хороши давайте марса открываем fine конвертировать тт в gts открываем 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 если у кого то при нажатии допустим как в нашем случае нажимали правда не появляется точка пмг желательно запишите чтобы полностью была строка вот так соответственно прямо открываем открываем файл сохраняем его в этой же папке пишем вот так далее что у нас происходит все на данный момент пока он больше что у нас произошло собственно произошло на 100 ребят что появился вот так один вот он основной игровой файл вот он появился передел да и т.с. идит теперь нам нужно так пнд нам надо тракт пнд также переменовываю так чтобы заносу подгрузили все материалы чтобы материал подгрузился за но за переменовываю трак один все собственно все еще раз это сидит конвертируем этот гтс открываем рак один пмг написану желательно ребят это дописать я вам сразу что было полностью тракт . пмг открываем тракт один . пмг все собственно смысл такой у нас уже то есть вот вы видите тракт один пмг тракт пнд мы переменовываем добавляем сюда просто один тракт один все . пнд также ставится это для того чтобы в занозу подгрузился материал все раз повторюсь но на всякий случай пусть лучше я повторюсь лишний раз но будет понятно так но я буду работать два два три 9 и 1 в принципе как бы да были глюки с ней но в общем работает работает нормально так приступаем ну как обычно я думаю все мы это знаем да все мы это знаем как по прописан обязательно путь до компьютер дизвд в моем случае это опять игры дэйс визуал так ну сюда с актрас трак папочку тоже компьютер дэйс игры бэйс собственно все делаем драк наш появился наш трак как мы видим все материалы подгрузить тут парни смотрите как бы сталкивался с теми людьми которые переименовывают эти файлы то есть ну как переменовые допустим дизон драк сдаст акта 2009 удаляю до 10000 калор и то есть я же переименовываю только два файла там ну сейчас я объясню на что это смотрите зон трак шарик глаз никогда не трогайте почему находится эта текстура в другой папке так же как и колеса потому что эти как он сказать то есть путь он должен таким же и оставаться то есть я вам сразу сейчас вот показан всем примере то есть все как делаю я да вы увидите окончание работы то есть чему теперь переименовал и только два два материала в 12 собственно вот глаз мы не трогаем колеса метро то есть мне нужно этого эти я вам сказал может то есть вот так оп все удаляется остается колонна далее тут переименовываю трак обязательно переименовываю да переименовываю да переименовываю далее правой кнопкой мыши свойства и тут у нас вот имеете ввиду тут это обязательно визуал трак трак 1 видите да путь то есть путь не прописан прописан здесь путь делается элементарно делается элементарно все собственно путь прописан тут особо да я думаю справиться как просто имейте ввиду это обязательно иначе путь не будет про ну в игре ничего не будет будет в люк вылит поэтому увидели да визуал трак mercedes актрас 2009 то есть папки все переименовываю еще раз повторяюсь вот они наши материалы с которым мы работаем я собственно не переименовываю но знаю кто люди то есть оставляют только глаз и колеса до остальных но я ребяту делаю так как умею я то есть я вам делаю уроку на данном этапе время то есть как умея там решением сказал что переименовать можно в принципе но и не нужно они все равно за но за их сохранит не вот так он форма она до этого мужчина все я переименовал два материала все один глаз и колеса не трогайте свойства еще раз и обязательно же так что мы сделаем парни я сейчас бы я не знаю разработчики чуть-чуть да везде добавили какие-то моменты тюнинга и т.д. и т.п. но конечно же почему немножко удивило да вот у нас туманочки имеются почему у них нет дуниса света почему они не горят странно наверное уже не виднее да посчитали что и горит они не должны есть место для туманки это уже в тюнинге но в тюнинге этого нет а мы сейчас чтобы да как бы я сейчас могу сделать импорт-экспорт ничего не будет понятно да этот литрак в игре нет я добавляю сюда дуниса дальнего света туманки то есть уже мы будем в игре видеть наглядно что у меня работает дальний свет я вам покажу в какой мод я его упаковываю то есть в игре добавлю лишь этот мод и при включении то есть вы сами видите да так собственно начнем ну и как раз для себя посмотрите как это делать но я думаю наверное это все и знают вот у нас это у нас SB текстура туманчик модель туманчик ага отлично свет нам нужен вот дальний свет вот собственно он ему нужен а заноза я думаю собственно умеете выработать все а тут ну я думаю копию тут узнаем далее нам нужно выделить чтобы перемещать выделение рамка я обычно правой кнопкой мыши выделяю дальше смотрите отключаю автоматически нажимаю режим выделено то есть вот так это отключает модификации переместить да то есть все видны автоматически выключен режим выделено выбираю рамка модификации переместить то есть чтоб я мог теперь я включаю что-то не видеть лучше ребят я работаю по чертежам не очень считаю довольно таки удобная функция то есть по чертежам можно довольно таки точно определить например на это место подогнать хорошо то есть ну чтоб это смотрелось более-менее как-то наглядно я особое сердце не буду так примерно вам чтобы вы видели именно пример сам для чего это я делаю сейчас покажу чтобы вот примерно полоса была проходила у думисов одинаковая то есть замечательно но я думаю все видите так далее нам нужно снять выделение выделение снимается элементарно сейчас парню минуточку выделение снимается элементарно сейчас я вам покажу как это делается выделение берете выделение рамкой отключаете включаете все то есть возвращаетесь модификации переместить вы выключаете возвращаетесь на выделение опять жмете рамкой выключаете вот этот режим и правой кнопкой мыши проводите выделение снимается левый мы выделяем вот видите он изменил цвет и цвет левой снимается то есть все очень просто можно ну сейчас мы посмотрим чтоб я его не терял так собственно с этим ясно да я думаю выделить рамка переместить сложно наверное ничего как бы ну какие то моменты будут в комментариях там пишите если у кого то какие то моменты по заносе будут всплывать вы пишите наверное будет проще далее что мы делаем далее мы делаем у нас же есть еще один не будет же у нас версичек с одной фаркой собственно выделяем рамку отключаем автоматически включаем режим выделенного модификация переместить ну и пожалуйста дальше чтоб в идеале домис подогнать делаем делаем вот так то есть подогнать два их в одно чтоб там было нормально два не один день светился непонятно тут собственно ну вот он почти стал в идеале берем по стоящему уже домису подгоняем второй вот так опять же снимаем выделение не забывайте может быть это и не особо важно но показать все в принципе вот куда то я пригнал не туда не туда парни поставил сейчас минуточку исправлю что то я совсем не туда его поставил не туда не туда я его поставил не туда я его поставил не туда собственно может быть и туда но имею ввиду ну бывает бывает как может быть вот я беру по клеточкам примерно чтоб убираешь чтоб они как то хоть соответствовали друг другу можно взять второй посмотреть примерно расположение вот видите этот чуть-чуть наверное ближе ну в общем смысл один и контрольный у нас будет чтобы в итоге вообще правильно и убираем вот так наверное что то типа это показать ну вот примерно вот что можно было их чуть туда ближе а к корпусу но я по игровым в принципе подгонял поэтому я думаю нормально вот где примерно вот так то есть в игре у нас теперь должен быть дальний свет дальний свет тут 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 я вам сразу говорю это надо определить это у нас получается левый левый вот он у нас тоже левая на перименовывать нет смысла они одинаковые парни ношу то есть под него чтоб они располагались друг за другом то есть вот основная игровая модель вот он то что мы создали копия видите да то есть одинаковое название все на все одинаковое то есть он под под основным игровым то есть вот он наш созданный копия вот он основной я взял его просто и перетащил с этим я делаю точно так же только переименовываю чтоб он светил так вот у нас чтоб он светил как бы да вот чтоб он светил ну как по игровому да вот у нас получается левая у нас да флайер 2 вот чтобы у них одинаковое название да ну и как бы левая это левая 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 ну а правая это правая да чтоб они ну игра их видела так как они должны быть то есть все раз вот он у нас правая дальний вот она простите парни вот правая дальний вторая то что мы создали наша копия думеса все переименованное все то есть вот так 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 то есть вы сами видите все есть все есть да то есть в угле у нас теперь должен быть дальний свет именно с туманкой так еще раз повторяю парни материалы я переименовываю два последних материала то есть видите да далее 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 что у нас далее переименовываю трак у нас был изначально при и когда мы делали импорт у нас был трак один мы его переименовали в трак правой кнопочкой мыши свойства свойства свойствах мы путь обязательно обязательно путь прописать нужен мерседес актерс визуал тракт мерседес актерс 2009 то есть материал трак путь все ясно да ну думаю можно будет посмотреть урок несколько раз да с первого не получится получится потом точно это обязательно далее все создали мы копию дунусов добавили их на драк теперь я думаю можно делать продолжать да собственно то на этом работа наша не заканчивается делаем экспорт ну оставляем к текстурам обязательно тут у нас нет это из гтс ничего пмг экспорт существует заменяем то есть все заменили что мы видим видим мы следующее то есть видим мы следующее это вот наши созданные маты с занозой то есть она создала свои маты да сейчас мы будем работать то есть что удалить что как сейчас я буду объяснять но в первую очередь нам нужно сделать другое будет вывести это именно вот так теперь мы конвертируем пмг из гтс в тт то есть теперь все наоборот у нас мы делали импорт делали трак также как я говорил . пмг открываем сохраняем трак 1 пмг то есть сохраним все теперь же мы делаем теперь же мы делаем вот наш пмг 1 после как мы переконвертировали вот он теперь мы делаем все внимание зачем парни сделал конечно я закосячил мы переименовываем его назад в трак все убираем единичку в моем случае заменить все заменяем все то есть у нас остался один трак тот который мы делали экспорт из занозы потом конвертировали мы его из формата gts тт и тс edit конверт в принципе понятно да вот этот файл пмд мы не трогаем тот который мы переименовываем чтобы все материалы подберли 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 заново создала по сути свой пмд файл с теми материалами которые будут использоваться в игре после нашего экспорта поэтому собственно тут я думаю пока понятно это же дальше дальше будет у нас сегодня так теперь парни нужно править мата править те кто работал с этим сталкивались отвлекусь тракт вот этот один вообще то есть пмдш его не трогайте он в принципе сейчас пригодится мы будем по нему смотреть какие изначально потому что это трек и тест евротрек симулятора 2 то есть он изначально да его просто перевинал но как он остался да на эти маты на которые он ссылался так он на них ссылается мы его сейчас будем использовать для того чтобы смотреть какие маты нам править какие маты нам нужны заноза она создала получается сколько шесть да восемь восемь матов восемь матов заноза она создала и нам их нужно будет править по той простой причине что эти маты не рабочие нет конечно маты работать не будут соответственно мы их сейчас будем править займет какое-то время но я покажу вам полностью полностью покажу вот этот процесс справки мат чтобы ну кто-то в дальнейшем может быть у кого-то есть там да какие-то у меня собственно вот вернемся к матам на рабочем столе вот они аниматы изначально да которые я использовал ну хотел показать для примера но в принципе сейчас понимаю что лучше вам показать полностью процесс справки мат чтобы это наверное будет раз и не всегда уже будет понятно в дальнейших каких-то ваших работах своих у вас уже не будет возникать вопросов по поводу этого как править маты маты мы будем править с помощью HEX но HEX мы будем использовать только для гнала собственно для чего сейчас покажу мы берем этот трак 1 PMD это еще раз повторюсь евротрак симулятор второго изначальный трак PMD который используют все маты по умолчанию скажем так изначально берем кидаем сюда и у нас ничего не открылось вот они наши маты вот они видим да это те маты которые изначально будут использоваться которые будут которые вот это маты игровые которые рабочие которые правят может быть у вас есть со своих каких-то моделей приготовленные маты может быть что-то еще но это основные маты которые рабочие которые то есть игра использует и сейчас вот этими матами мы будем править наши маты работа ну довольно таки гропотливая нет он не займет там полное времени но я зато покажу один раз и навсегда чтобы вы знали как это делаете у вас возникало вопросов никаких то есть для себя на будущее вот какие хотя парни есть я вчера вам уже показывал маты экстракт то есть мат коллекшн то есть как эта программа извлекать маты ну программа на самом деле удобная то есть уже изначально как вам сказать извлекаем маты то есть все можно собрать так же так же текстуры но я как-то привык по старинке мат коллекшн появился ну по крайней мере у меня буквально там может быть три-четыре месяца да как бы я ну он есть в моей базе программ точно но я вот по старинке да кому-то я в принципе вчера показывал работу его да как им работать как он извлекает маты и т.д. и т.п. но я буду хексом я думаю ну кто захочет вот мат коллекшн я еще раз потом покажу как им пользоваться собственно но в начале вы то есть так вот мат коллекшн но единственное что я вам хочу сказать сразу да пока отвлекусь чуть-чуть от нашей темы мат коллекшн смотрите перед перед тем как будете конвертировать пмг вы должны изначально вот из игрового файла допустим ну вот в скане да вот он переделан пмгшный берете да прописываете к нему путь к пмд прописываете к нему путь и извлекаете маты потому что в дальнейшем он будет извлекать уже те маты ваши или же или же можно собственно сделать как кто будет пользоваться ну хотите я могу прямо сейчас это показать вот наш пмдшный трак 1 он не тронутый он игровой да у меня маты уже мерсовские вот они то есть я для себя изначально но я хочу вам показать вообще весь процесс да это займет дольше времени но зато вы будете знать для себя раз и навсегда как это делать то есть чтобы в дальнейшем не возникало проблем в дальнейшем не возникало проблем и я вам один раз покажу для себя же что вы можете сделать да после вот этих всех процедур вы просто-напросто берете мат коллекшеном так пмд 1 извлекайте из него маты допустим вот папочку маты у вас все маты есть да так же вот мне ваши маты которые заново создала и просто-напросто вы открыли этот хоп открыли и открываете этот ну к примеру любой да ага все берете этот копируете вставляете ну все я сейчас это покажу все то есть можно пользоваться мат коллекшен как им пользоваться я сейчас вам еще раз покажу но вначале давайте пройдем саму процедуру то есть как править маты и как что делать как через хекс их искать как что я вам сейчас все это продемонстрирую покажу я думаю можно начинать упростите все это затея просто хочешь объяснить когда что-то как вам сказать более понятно и ясно да ну естественно все это нужно время рот получится длинный но я думаю кому нужно тот посмотрит и в принципе хватит терпения человек вытерпит посмотрит вот открываем допустим я делаю так чтобы было поудобнее все вот она так повторим да давайте мы берем вот трак один это трак изначально который то есть все маты остаются те которые по игре мировые ну просто берем нахер кидаем все самый низ и вот они наши все маты то есть это все маты которые используют модель вот они они все я думаю всем видно кто когда-либо с этим сталкивался всем понятно ну и на чем же вот смотрите автомат 20 да ищем вот кнопочка 20 вот вот он наш мат который нужен нам открываем луна и у нас стекло так а зачем нам тут мы будем вот так стекло открыли открыли берем мат копируем вставляем вставляем закрыть да сохраняем закрываем этот продолжаем 4а и продолжаем вот в такой степени мы то есть ищем все маты тут вот она 4а это папочка вот в нашем случае она вот она а вот он уже идет 1 c20 это сам мат вот он сам мат и спец открываем копируем вставляем все видите открыть да скрываем и дальше 36 90 31 ищем папочку 36 вот она 90 31 ищем 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 папочку ищем следующим к вот equity открываем ищем ищем открываем будут попадаться и те маты которые нам собственно уже не нужны то есть мы самой модели ничего не делали поэтому будут попадаться темата которые нам не нужны но опять же точно будет продемонстрировано идем дальше папочка то есть первое вот это автомат кавычки это папка и вот это название самого мата вот видите просто мат и заноза создала нерабочий в чем конечно огромный плюс 3 занозы то есть на самом деле у нас создать все как надо так как и тот же моты там уже ничего править не нужно в редких случаях и то это уже наверное сомневаюсь что как-то это будет ну 3 занозы и он еще вчера вчерашнем уроке говорил что 3 занозе все проблемный порядок меньше все проще поэтому заноза жив до 2 уже неправильно надо править мата обязательно соответственно хочешь не хочешь это нужно делать потому что иначе в игре будут да там глюки вылиты вот вот этот мат нам нужен по сути мужа его правильно все закрывает опять же можно сделать для себя можно сделать резерв своих матов да вот этих игровых ну такой взять все посмотреть создать для них папочку их туда кинуть запустить игру ну мало не да может мат отличаться по своей структуре да там по каким-то отражениям добавления хрома т.д. и т.п. можно просто его менять да там открыть этот же допустим колу 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 лампу да открыть его и поменять на другом одно колу лампу на один удачный пример колу где успеет и все открыть и просто на другой вы поменять и посмотреть эффект там или или же им саму структуру мата подправить то есть ну вариантов много поэтому тут надо пробовать как бы так я вам объяснить не могу это нужно все пробовать то есть все только на примере 88 вот он нас что это тут опять же этот мат так что в принципе это все надо смотреть все пробовать смотреть все пробовать по сути сложно ничего да я просто решил почему всю процедуру эту показать чтобы кто-то для себя может быть сразу колес кто-то для себя сразу на там какие-то сделал выводы понял ну я считаю что этого достаточно раз посмотреть то есть я ну пусть урок будет меньше на там на допустим там полчаса но зато это для всех будет понятно видно на наглядном примере как что делать от тебя сразу вам скажу хорошо создавать резервную копии матов игровых изначально и потом своих которые делает заново потому что всегда можно их подправить корректировать то есть все изначально их не создал как я не до игровой знаю что они рабочие все меня и как хочешь на то есть все нужно пробовать как будет блеск как бы там что-то в общем это будет отражаться все будет в игре поэтому все это надо пробовать все нужно смотреть а так в принципе я думаю да уже наверно понятно что сложного сложного я думаю ничего сложно ничего в принципе и я думаю что что главное задаться целью работать главное тоже терпение усидчивость мне тоже не получалось вот и буду тяжко порой не хватало терпения боя на что-то хочется сразу на этого еще не нашел как бы не созрел скажем уровень а ты сразу же пытаешься постичь что ну что на самом деле сложно поэтому бывало такое и психуешь не получается ничего ну парня волю в кулачок кому это нравится я считаю только за счет каких-то усидчивости да вот этих моментов можно какого-то результата добиться вот по-иному никак поэтому честно говорю то есть видите моты конечно чем проблема потому что вторая заноза создает их совсем неправильно то есть не такие поэтому или вылет или же модель появится в игре но она будет ну как вам сказать игровая далеко да скажем так поэтому надо сразу эти все моменты все моменты все это ну в принципе вот тогда ну смотрим не закончили все вот мы поправили все маты с вами проверим есть проверим ну это и так для себя но я думаю каждому из вас будет ну вот так дальше так тут все я думаю ясно 20 это название папочки вот название самого мата то есть это все маты мерседеса которые отвечают за блеск за все вот и вот не наши маты которые неправильные которые занозы создала все теперь мы их поправили в принципе да наверное 70 процентов работы готовы что же дальше дальше так мы сам переименовали да обратно вот это не обращайте внимание по мд то есть можно не трогать вообще можно не трогать вообще поэтому как бы ну не знаю нужно да там кому-то пожалуйста не нужно вот а далее далее что мы делаем так покажу ребят наглядно вот не маты которые я через хекс доставал да тут новую папку без разницы сейчас я вам покажу как мат коллекшеном пользоваться то есть чтоб вы знали да как работает мат коллекшен хотя я думаю я еще вчера валил что вот вот именно просто переименованный трак пмд то есть мы его просто переименовали на структуру его осталось вот евротрек симулятора второго открываемого куда складывать это складывать ну пожалуйста не получится да хорошо ну мат сейчас я посмотрю что у меня там вообще собрать мата вот они наши мата собственно что я вам хотел показать смотрите вот то что мы с вами искали через хекс да даже вот так же даже сделаю вот смотрите все что мы искали через хекс да выскочила одним разом то есть так они уже собраны их искать не нужно то есть открыл мат и поправил открыл мат и поправил да вот они все те же самые маты 20 папочка да название мата то есть все видим да папочка название мата 11 матов собралось так же как вот и тут 11 матов видим да но зато они уже собраны то есть их не нужно не искать вот так ничего идем вот сюда они уже у нас есть в чем простота конечно мат коллекшн это здоровская программка облегчает на порядок какие то моменты собраны были маты вот мы собрались сюда Mercedes Acres вот они все маты пожалуйста все собранные маты то есть не искать ничего вот они они все есть вот изначально все маты которые собрал я вручную через Hex вот изначально все маты которые собрал заново да и плюс тракт ВМД так же я сейчас могу нажимать собрать то же собрать текстуры то есть вот пожалуйста видите да работать я думаю понятно это к распакованной базе до YB вот в моем случае потом мы указываем к траку ПМД это Мерседес ПМД и куда складывать да там любую папочку все она собирает нам маты готовы мы видим собранные маты далее собрать тот же текстуры то есть мы можем собрать тот же вчера вчера я уже об этом собрать текстуры в данном случае нам это как таково не нужно в других может быть в каких-то моментах это пригодится но пока это нам не надо ладно продолжаем далее далее что мы делаем далее а далее ребят смысл такой смотрите мата мы с вами поправили да вот он трак 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 демонстрирую ничего не знаю что было так вот они они новые наши маты то есть это примерно того что вот видите да уже маты все видите да потому что маты уже а заложный который создал все понятно да то есть он уже не как бы как вам сказать он уже у него в нем прописано путь к нашим матом который создала наши вторые заново вот а это остается он также как и было начальному к игре то есть все маты он себя хранит путь к ней так тут наверное с этим и заканчиваем но опять же нам нужен и тс иди это великолепная программка ничего нам нужно начали чтобы сделать на трак пригодным для занозы чтобы с ним работы дома конвертировали png из тт в gts потом мы поработали с траком мы делали конверт p png из gts т.т. теперь есть такие моменты это топ же топ же я еще вчера говорил что они имеют место быть и не очень то есть если сейчас допустим вот для примера я эти топ же не конвертирую но не сейчас объясню и конвертирую да я выгруза это будет выкинет сразу все найдешь опять зайдешь потому что конверт конверта конвертирование топ же не было сделано ничего это делать смотрите мы открыли еще раз показал файл конвертировать топ же вот смотрим время вот смотрите у меня эта папка изначально была создана она была создана 8 марта то есть даже какого февраля понимаете вы смотрите время 15 3 2013 1255 пока я объяснял делал 1255 1255 вот два топ же которые нам нужны empty или леген макс больше мы ни один топш не трогаем видите все остальные то же вообще другого числа другого времени а вот эти два мы открываем опять же ребят тут внимание по внимательным . топш просто жмем открыть все дальше конвертируем топш теперь вот видите топш время изменилось 1325 теперь делаем то же самое с лик максом все то же самое то есть . топш открыть все теперь больше он нам не нужен то есть мы сделали конвертер png из т.т. в gts потом конвертер png из gts т.т. и потом и конвертировали два том же два то есть понятно все вот она наша структура нашего трака то есть вот они наши маты которые можем поправили все видим да вот вот мне наши маты вот он наш сам трак png вот наш сам все то есть все на месте все есть далее что мы делаем теперь мы закидываем мод все я думаю знаете как создавать мод до путь куда показываю на всякий случай может быть если вдруг кто-то не знает как делаем заготовку подмотку в комментариях отпишитесь обязательно это продемонстрируем заходим язык c пользователь александр мои документы евротрек симулятор мод вот у меня трак визуал трак все папочка пустая да вот она смотрите я демонстрирую все показываю все вот он на наши маты наш созданный кидаем вот сюда zip zip без сжатия окей все в игре еще раз показываю еще раз c пользователь александр мои документы евротрек симулятор мод вот он наш теперь уже с марсом то есть видим да вот они наши маты вот наш трак один пмд вот он трак уже наш пмд вот на модель пмг то есть все видно закрывали так но теперь нам наверно нужно посмотреть что у нас в игре собственно если все сделано правильно значит у нас сейчас должен быть ближний дальний свет в туманках сейчас посмотрим или же выкинуть это одно из двух собственно загрузка пошла выкинул бы сразу если что-то не сделает видите да еще раз показал вот это назарился баррик вот ближний вот мы наши туманочки все видно то есть туманках теперь есть свет то есть семей на на банке теперь у нас горят все видно да что туманочки горят нормально с ближним месте в совокупности все горит все работа неплохо ну собственно что я хотел вот он габарит включился на вот он ближний включился вот он дальний я думаю все видно все наглядно все понятно маты все в игре все все хорошо нигде ничего все работает нигде ничего не потеряно все как должно быть то есть все везде все маты все я думаю все это увидите да все замечательно все работает все хорошо поэтому смысл ребята вот такой что-то типа туманочки все работает шарит игра запущена спасибо ну вот парни собственно урок то что я хотел я наверное показал объяснил как бы смысл таков какие нам нужны будут программы это это и следит обязательно hex за но за вторая я вам сказал еще раз работаю 2 2 3 9 7 1 ну как нравится ну в принципе ничего также есть 226 отличие ну какое отличие на какого собственно вот так вот заноза ну то или иная может быть какая у кого какая есть hex может быть мат коллекция обязательно без этого мы ничего не сделаем то есть эта программа обязательно найти море можно все это на форумах новый блокнот даже стандартно просто я использую такой на обычный стандартам архив вот ну давайте две минуты но есть тут немножечко просто как сделать мод вообще что до составляющие должна быть в любом случае то есть вот смотрите визуал трек то есть первая папка это визуал в ней уже трек в ней же реномаграм ну и тут смотрим как делается вот просто берем берем добавить в архив zip сразу же zip без сжатия без сжатия zip берем без разницы там что это рано на проба шрифт любой то есть русские не русские . . . сц обязательно zip без сжатия . сц окей вот он наш мод собственно вот открываем визуал но это визуал один это просто мне один циферка стоит мне были две папки одинаково чтобы не удалилась ни одна вот визуал трек в треке реномагнум ну и соответственно здесь сам трек интерьера нет уж интерьера на этой модели я думаю всем понятно путь по какому же он опять же я думаю всем понятно это пользователь александр мои документы это с чем вот наш трек с марсом еще раз покажу вот наши маты то есть все на месте всего так ребят всего доброго следующий урок если ничего не изменится завтра завтра если будет возможность парня кому интересно и кому нужного в комментариях оставьте как урок так может быть и завтра покажу как работать с третьей занозой вообще какой-то может попробуем добавить модель на трек посмотрим как это все будет выглядеть ну так по мелочи посмотрим может быть покажу как создавать скин если интересно как создать со свой собственный скин со своим топжем то есть как править тоже тоже немаловажно покажу как его правит обшему все вот эти завтра покажу тогда все ребят до завтра всего доброго с вами был я саня удачи парни всем пока ваше доброго субтитры отдыха Продолжение следует... 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 Продолжение следует...